Всем привет! Сегодня я расскажу о растениях, которые называются гелением. Существует однолетнее и многолетнее растение гелением. Родина его считается Америка, ее север и центр. В естественных условиях произрастает на влажных почвах полутистой местности. Существует 32 вида этого растения. Встречаются махровые и полумахровые экземпляры. Цветовая палитра разнообразна. Это желтый, пумпорный, коричневый, оранжевый. Гелением – известный медонос, привлекающий полосатых тружеников своим изысканным ароматом. Цветет гелением с августа по ноябрь. Гелением широко используют в ландшафтном дизайне. Он, как никто другой, способен превратить самый невзрачный сад в яркий, сочный пейзаж. Благодаря своему продолжительному цветению с конца августа, он словно продлевает лето тогда, когда большинство растений уже давно потеряли свой декоративный вид. Полыхающие в саду солнечные соцветия активно используются садоводами для посадок. Гелением занимает центральное место в групповом ансамбле и под его цветовую палитру подбираются соседи. Помимо декоративной функции, многолетник исполняет и маскировочную. Его высаживают, чтобы скрыть следы коммуникации малоэстетичных построек. Низкорослые представители украшают в качестве бордюра садовые дорожки. Солнечный представитель флоры отлично соседствует со многими многолетними культурами, разделяющими его любовь к обильному поливу и солнечному свету. При подборе растений не стоит забывать о высоте гелениума, так как его высокий рост может стать причиной образования нежелательной тени для солнцелюбивых низкорослых цветов. Наиболее лучшие партнеры для гелениума являются Рубикия, Дельфиниум, Бархатцы, Тысячелестник и Гехера. На этом все. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. С уважением, Марина. Редактор субтитров А.Семкин